Всем привет дорогие друзья, с вами Электобест, и в этом видео речь пойдет про паладинскую битву в группе 613 королевства, там где находятся волки и их союзники. Паладинка началась очень рано, в 8 часов утра по Москве, в это время обычно все спят или находятся на работе, поэтому конечно в XAX полный сбор мы набрать не могли. И на аккаунте Васи играю я, потому что в это время он спит. А нужно было помочь нашим союзникам англичанам, которые помогли нам на баронке и выдвинули своего ставника на эту паладинскую битву. Это был игрок с никнеймом Забуза, без максимальной прокачки, без сета чемпиона, но с желанием победить. И вот к сожалению на этой битве мы столкнулись с такой проблемой, что другие два ставника, которые также бегали в соло, имели аккаунты с максимальной прокачкой, и победить Забузе их было просто невозможно. Там ребятам было абсолютно пофиг на войска, они ходили Т4 плюс Т5, и у Забузы просто не было возможностей с ними справляться. Вот один ставник был из нашего ГОСа из семьи Дой, которому мне очень не хотелось отдавать победу, ну а второй ставник был из какого-то другого ГОСа, гильдия СА, он в итоге и стал паладином на этой битве. Это в принципе нас устраивало, я вот очень не хотел отдавать паладинку игроку из гильдии Дуноль. Он как раз таки воевал против нас на баронке, бегал в соло, в итоге за всю баронку слил себе больше 12 миллионов Т5 войск, но победить не смог, занял только третье место. И вот сейчас на этой паладинской битве я фокушу только его, причем атаками с лидером, и с фулл кавалерии. Я хожу не с олянкой, потому что с олянкой нет шансов поймать его лидера, а так в принципе шансы есть. Если допустим передо мной он с кем-то столкнется, потеряет стрелков, и далее я залечу кавы чисто в его пехов и каву, то возможно поймать лидера удастся. Вот сейчас я поймал совсем другого типа из гильдии Х-13, из чужого ГОСа, который мне абсолютно был не нужен, но так случилось, что он залетел в меня фулл пехами и растворился. Потом я его отпустил, не стал держать, то есть отпустил примерно через 10 минут после поимки. Вот, он мне нафиг был не нужен, пускай радуется и играет дальше. Мне нужен только игрок из гильдии Доноль. Вон он снова ускоряет свою атаку, я попадаю в тайминги, выбиваю и быстренько выхожу от греха подальше. Главное, чтобы меня никто не подловил, а то будет очень обидно потерять лидера в начале паладинской битвы. Отхиливаю Больки, войск тут совсем немного, то есть размениваюсь, довольно-таки выгодно. И дальше нужно готовиться отправлять следующую атаку против игрока из Доноль. Там залетает Азраил, моя атака разворачивается. Тут, конечно, зря он залетел, но я все равно успею выбить того чела. Он снова залетает, мне приходится прожимать третий тапок. Конечно, не хотелось бы сливать третий тапки на паладинке, но по-другому здесь было никак. И вот сейчас я попал в очень рисковую ситуацию. Чел залетел в меня стрелками, почти поймал моего лидера. Выжили только осадки, это было прямо на волоске от смерти. Главное, в такие ситуации больше не попадать. Но там чел залетел прямо через секунду после меня, от этого отыграть я уже никак не мог. Так, выхожу снова кавой, прожимаю второй тапок на всякий случай, но вижу, что Дой не ускоряется. Он, похоже, ждет меня, то есть ждет, когда я залечу в циту первым. Он хочет, чтобы в меня кто-нибудь влетел. Ну а мне приходится рисковать, вот посидел примерно 3 секунды в ците, принял атаку от Ду-0 и быстренько вышел. То есть прям то, что я, собственно, и хотел. Главное, его не впускать, а на остальных уже абсолютно пофиг. Так, выхожу кавой, вижу марш неполный, не хватает Т-5 войск, поэтому приходится развернуться и добавить Т-4 вручную. Вот, чтобы был марш из 375 тысяч войск. Ду-0 пока сидит, его пытаются перекрепить, но не успевают, потому что кто-то все-таки его выбил. Понимаете, насколько сложно выиграть подобную паладинку без максимально прокачанного аккаунта? Потому что здесь разборки практически такие же, как и на баронке. Все бегают в соло, друг друга выбивают, и никто не успевает перекрепиться. Ну хотя мало кто пытается перекрепиться, то есть многие просто выбивают, и вот как я, сразу же выходят. То есть только ради киллов. Хотя киллы здесь, по сути-то, и ничего не дают. Тут лавка совсем другая, баронские камни в ней не купишь. На мой взгляд, париться ради победы на этой битве просто глупо. В этом нет никакого смысла. Вот можно просто пофаниться, поделать сборы, сейчас побегать в соло, пока есть такая возможность, и пытаться кого-то поймать. Вот здесь поймал пехотную атаку, забрал лидера, дальше почти поймал Нэша. Вот смотрите на отчет. Он тоже залетел пехотой, выжили только осадки, причем залетал он не в полный марш. У меня немножко кавалерий здесь не хватало. А вот тут я почти поймал Ду-СК. Ну вот прям очень был к этому близок, выжили там осадки и совсем немного луков. То есть, ну почти мой план сработал. Возможно, нужно было атаковать фулл Т5, но таких возможностей в этот день не было. Т5-ые войска были слиты на баронке. Снова ускоряется Ду-СК. Я прожимаю уже вторые тапки, понимаю, что третий нужно экономить. Выбиваю и снова выхожу. Он ходит с олянкой 4-24, там луков очень мало. Он использует стрелковую фалангу. И очень хочется, что перед моей атакой ему убили всех стрелков. Но пока что такое не происходит, поэтому поймать лидера все еще не удается. Но давайте попытаемся это сделать еще раз. Слежу за его атакой. Он не ускоряется, идет прям параллельно со мной. Ждет, чтобы я залетел первым. В принципе, это правильно. Но я бы на его месте побегал фуллуками. Фуллуками он бы с очень высокой вероятностью мог бы поймать моего лидера. Но, похоже, отчеты он не смотрел. И вот тут я увидел сбор справа от его союзной гильдии. Они явно пытались меня поймать, но я смог этот сбор вовремя заметить. Хотя уже был готов прожимать тапок и ловить соло-атаку от Дуэска. Но давайте посмотрим, что у нас тут вообще с ним происходило. Вот его полная солянка, 375 тысяч войск. Но против Кавы это изи, потому что пропорция 4-2-4. Даже на стрелковой фаланге кавалерийскую атаку принять не может. Хотя он брал в основном Т5 войска, совсем немного подушки. Поэтому каждый раз Т5 в гроб он терял. Там была атака, где меня почти поймали, выжили только осадки. Ну а вот снова кавалерия против 4-2-4 пропорции. Вот опять у него выживает 200 тысяч, а вот он почти растворился. Выжили только осадки 2000 штучек Т2 класса. Ну вот как-то так. То есть поймать лидера мне так и не удалось. Поймал только абсолютно ненужного мне лидера. Вот уже сказал, что потом я его отпустил. Далее я сделал сбор. Причем не из гильдии XAX, потому что там сбор не набирался. И я пошел в английскую гильдию. Как раз таки в ту гильдию, где должен был играть наш ставник. Ставник от гильдии EW. Но он уже отказался к этому моменту играть в соло, пытаться победить. И я его прекрасно понимаю. Вижу, что сидит сбор от гильдии ДУ-0. Опять же пропорции 4-2-4, а у нас фулкавы. И вот тут происходит все то же самое, только теперь не две соло-атаки друг с другом сталкиваются, а два сбора. Здесь я нажал чернокрылые, чтобы им было побольнее. И они получили 500 тысяч гробов Т5-х войск. У них, кстати, Т5-х в сборе было побольше, чем у нас. Ну хотя нет, примерно столько же. Разница в потерях менее 300 тысяч войск. То есть в теории он бы мог меня принять, если бы поставил стрелковый клин. На фаланге, вот после проноса двух отрядов стрелков, уже принимает урон пехота. Ну а кава в пехоту дамажит, сами понимаете, больнее всего. И вот тут я вижу пехотный сбор на ците, который решил посидеть. Зачем он стал сидеть, я не знаю. И вот я принимаю решение, что нужно его ловить. Ловить нужно на коврах, чтобы сборщик не успел среагировать. И не распустил свой сбор. Потому что если мы в него влетим, то с очень большой вероятностью сможем поймать героя и получить просто шикарнейший отчет. И все будут в восторге. Надеюсь, сейчас так и получится. Кикую осадку. Выходит сбор. И дружно прожимаем ковры. Теперь ковры есть у всех, потому что они продаются в лавке. Ковры второго левела 50% к ускорению. Залетели мы в тот сбор. Поймали лидера. Сейчас посмотрим на отчет. Но я решил рискнуть и еще немножко в ците посидеть. Посидеть фулкавой. То есть нас сейчас тоже может кто-нибудь поймать. Абсолютно так же, как и нас поймали. Я вижу, какой-то сбор выходит. Я хотел прочекать, что это за сбор. Но он так быстро ускорился, что я уже побежал распускать нашу каву. Но, кстати, мы смогли принять эту соляночку на 4 миллиона войск от максимальной прокачки. Потому что, опять же, пропорции 4-24. Уж очень мало там было стрелков. И против кавы у них шансов не оказалось. Ну, а вот отчет, где мы забрали лидера. Минус 152 миллиона силы. Вот как-то так. Полтора миллиона гробов они получили. Ну и чел расстался с героем. Правда, потом я его тоже отпустил. Теперь пытаюсь поймать гильдию до ноль. Уже вышел их сбор. Но мы должны выйти чуть позже и ускориться на коврах, чтобы они не успели распустить. В прошлый раз они атаковали фулкавой. Поэтому я решил сделать стрелковый сбор. Даже не стал менять лидера. Чтобы они ничего не заподозрили. Шмот я сменил перед выходом сбора. Залетел в циту. Выбил их сбор. И быстренько вышел. Но вот, к сожалению, это была не фулкавая. Это были такие же стрелки, как и у нас. У нас, правда, немножко побольше было Т5. Поэтому нам удалось здесь победить. Чел, кстати, тоже не поменял метаморфа. Он думал, что мы идем к кавой. Пытался нас поймать. А мы пытались поймать его. Наши мысли, похоже, совпали. И вот дальше гильдия до ноль почему-то сборить перестала. Но вот, по крайней мере, от того сборщика сборов я уже не видел. Они никуда не вступали. Просто стояли АФК. И нам пришлось ловить кого-то другого. Я вот залетел под столкновение двух соляночных сборов. Влетел в 2 миллиона 400 тысяч оставшихся войск от солянки. Там, к сожалению, оставались стрелки. Еще примерно 500 тысяч. Поэтому поймать лидера тут не удалось. Но им было здесь довольно больно. Хотя я поставил не стрелковый клин, а стрелковую фалангу. Вот, что было немножко неоправданно. Нужно было ставить стрелковый клин. Урона было бы еще больше. Готовится следующий сбор. Это, кстати, был последний от нас сбор на этой битве. Тоже из кавалерии. До конца битвы оставалось-то, может быть, минут 10. И вот смотрите внимательно, что происходит. Я сижу на кике осадки. Причем ее не кикаю. Нахожусь в режиме ожидания. Жду, когда чей-нибудь сбор зайдет в цитадель. И вот тут бац! Осадка куда-то пропадает. То есть я ее не кикнул. Наш сбор неожиданно начинает ускоряться. Ускоряться на коврах. Я такой думаю, что, простите, произошло? Вот нужно было здесь, конечно, выйти из циты. Потому что мы залетели впустую. Там никого не было. Но я такой думаю, типа, если мы залетели там, тем более под последние минуты, то нужно же кого-нибудь принять. Тем более, вон идет снова сбор 424 от той же гильдии, которую принять удалось даже неполным сбором. Хотел прочекать точно, какая там была пропорция. Посмотрел наш мод, поменял фалангу. И тут в нас издалека, ни с того ни с сего, залетает гильдия Дуноль. Что было, ну, просто писец, как больно. Это были стрелки в наш кавалерийский сбор. Слава богу, удалось выжить. Выжили осадки. То есть выжил, по сути, только я. И да, это еще не самое страшное, что произошло. Но, как бы, сейчас увидите отчет, это прям лютая боль. Минус 162 миллиона силы, и все красные цифры нам отомстили. Душки нам отомстили, прожали чернокрылое. Я так и не понял, куда делась осадка. Вот сбор вышел, конечно, совсем не вовремя. Я не хотел в тот момент выходить, тем более на пустую циту. Но вот так вот получилось. Скорее всего, протачили тот аккаунт Титаном, как мне кажется. Это сделали Душки. Они все это подстроили. Ну, красавцы, хорошо сыграли. Сделали нам прям нулютую боль. Это были оставшиеся последние Т5-ые кавалеристы на аккаунте Бейзела. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, он вам понравился. Не забудьте прожать лайк, подписаться на канал и написать свой комментарий. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok